Студенты – самая динамичная часть населения. Их насыщенная жизнь неразрывно связана с движением, а следовательно и с транспортом. Особенно это касается тех, кто ездит учиться в Рязань из области. Алексей – студент РГУ имени Есенина. Сейчас у него самый разгар сессии, поэтому парень часто путешествует на электричке из родного Шилова в Рязань. Но в середине июня цены на билет для студента резко начали кусаться. Возвращаясь домой, в электричке оказалось, что льгота, которая позволяет мне ездить дешевле по льготному билету, она уже не работает. С 15 июня льгот такой нет. Сессия у Алексея продлится аж до 7 июля. До этого времени он планирует еще несколько раз ездить домой за полную стоимость. По телефону горячей линии РЖД нам рассказали про льготу для студентов. Однако причину выбора именно такого срока ее действия объяснить не смогли. Мы предоставляем ту информацию, которая есть у нас в базе. При предъявлении студенческого билета или учащегося очной формы обучения Рязанской области в пригородном сообщении разовые поездки в день составляют 50% в период с 1 сентября по 15 июня действует данная льгота. Оказалось, что данные сроки прописаны в законе об образовании Рязанской области, а он, в свою очередь, руководствуется постановлением правительства. Обращаясь к истории вопроса, мы выяснили, что льгота для студентов была в первый раз учреждена в 1966 году. Со скидкой молодые люди могли путешествовать даже меньше, чем современные учащиеся с 1 октября по 31 мая. С одной стороны, мы могли бы посочувствовать советским студентам. Но не стоит забывать, что средняя стипендия в те времена составляла 40 рублей. А на эти деньги студенты могут доехать из Рязани до Черного моря и обратно, да и не просто так, а в купе скорого поезда. А докуда сегодня студенты доедут на свою заветную 1340 рублей?